Увековечить память. Общественный совет по определению необходимости увековечивания памяти выдающейся событий личности Ненецкого округа при губернаторе вынес решение. Присвоит звание известного в регионе деятеля, спортсмена и общественника Бориса Бородкина Ледовому дворцу. Подробности у Ольги Русул. В конце ноября прошлого года округ облетела печальная весть. Умер известный в регионе спортсмен и общественник Борис Павлович Бородкин. 60 трудовых лет на благо региона, активные жители округа. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Нарьинмаре, воспитание подрастающего поколения ему присвоено звание почетный гражданин Нарьинмара, а позже и звание почетный гражданин Ненецкого автономного округа. Наверное, заслуга заключается в том, что он всю жизнь ратовал за массовый спорт, за то, чтобы ребята одаренные, ребята способные всегда имели возможность дальше развиваться. То есть организации соревнований, выезды на соревнования более крупного масштаба. Ну и Борис Павлович нес очень большой вклад в развитие спортивной базы. Особенно последнее его большое дело, которое действительно дело, можно сказать, всей жизни, это строительство крытого спортивного сооружения. В настоящее время это Ледовый дворец. Клад Бориса Бородкина в развитии физкультуры и спорта в Ненецком округе неоценим. Вся его жизнь – это пример подвижничества. За 17 лет, что он проработал учителем физкультуры в школе номер 2, спорт стал, можно сказать, визитной карточкой микрорайона «Лесозавод». В учениках он старался воспитать не только спортивные качества, но и порядочность, честность, справедливость. Мальчишки шли за ним гурьбой, брали с него пример. Физкультура и спорт становились для них образом жизни. Многие годы он тренировал ребят на открытом ледовом катке в Лесозаводском микрорайоне. Это уже потом в этом же микрорайоне города Нарьинмара появился Ледовый дворец европейского уровня для детей и юношества труд. Он приходил регулярно, спрашивал. И более того, с группой пенсионеров, ветеранов лесозавода, которые посещали наше учреждение, занимались в ленажерном зале, он тоже с ними приходил, когда сам уже не занимался, но человек очень ответственный. Он приходил заранее, проверял, составлял списки, отмечал, кто пришел, почему не пришел и так далее. То есть он всегда болел и переживал за людей даже уже в преклонном возрасте. Отправной точкой для присвоения ледовому дворцу имени почетного жителя и активного спортсмена Бородкина стало ходатайство, которое поступило в адрес губернатора. Благодарные жители, ученики, соратники попросили увековечить память о достойном человеке. Данное ходатайство поступило в адрес губернатора от Совета ветеранов. Поддержана инициативная группа ветеранов Печорского лесозавода. По итогу рассмотрения была принята рекомендация о присвоении имени Бориса Павловича данному учреждению. Сейчас труд в течение 2022 года. Ими будут проведены регистрационные мероприятия, соответственно. К 1 апреля на здании Ледового дворца появится мемориальная табличка с именем активиста-спортсмена. А позже его имя будет обозначено в наименовании учреждения.